мы наконец-то собрались выползаем собираемся ехать сначала наверное в лес обезьян в один лес обезьян потом мы хотим доехать другого леса обезьян может быть заедем на водопады по дороге до секунд пола оказалось так далеко ехать что это точно будет не сегодня пока у нас такой план я одета как этот стиль называется extra large потому что я нереально сгораю вообще солнце здесь как и в любом при квадриальном месте такое что ты мажешься хоть десять раз мажешься spf 50 тебя ничего не получается это все время сгораешь сгораешь у меня уже безумно красные горячие плечи что вот солнце то появляется то исчезает но я все равно решила что мне пожалуйста обезопаситься мы взяли байк сегодня и мне я вчера уже на свои ноги уронила наверное поэтому я еще хотела свой экстрелаж я на ногах теперь огромные синихи ехали в манкет-пост ехали в манкет-пост билетик я у нас на въезде вот еще билеты за сам вход в парк идем пойдем я полагаю что пайпаста эндоноси все-таки не дошел еще очень много стран в том числе и в райе куда еще коком не дошел пайпаста он там в принципе не использовала нам туда в чем это получили вот такие вот билеты где-то говоришь плавали рыбы которые выпрыгивали ой они такие маленькие бывают это наверное во все малюшенькие ребенок из этих огромных вот таких вот огромных рыб monkey forest встречает нас вот этим прудиком с рыбами и начинается действительно лес мы до сегодняшнего момента не пробили билет я не знаю где его там надо будет пробить нам деревья тропические мангровые что ли мне сейчас это напоминает а вот ticket control мне вот эта природа сейчас напоминает как мы поехали в таиланде на голубое замрудное озеро вот мы ходили по такой вот тропической природе только там еще было много ручьев она видела что я ее снимаю но ничего страшного они отлично пробивают билеты просто так называется дыроколом они дыроколом его пробивает смотрите какие огромные обезьяны немного моей с полей личной истории после таиланда мы вообще смотреть на обезьян не можем вот эти все блогеры которые горят позже такая милая обезьянка нам это вообще просто мы такие просто стрёмно и и неприятно даже отчасти было потому что как-то там в таиланде первая встреча с первой же обезьяны она от него у нас чипсы наглым образом наглым образом от него у нас чипсы просто вытащил из портфеля и с тех пор ни одна обезьяна не попадает у меня под категорию милых и сюда мы просто приехали во-первых это туристическая локация а во-вторых начнем с того что мы хотим избавиться от своего страха мы хотим познакомиться с другими обезьянами которые не будут нас мурыжить ты какие они они здесь правда милее правда они здесь помилее чем те обезьяна которые мы встретили в парке обезьян стала и в таиланде драк господи господи не подходи ко мне я знаю что ты можешь не подходи ко мне нет я его кухня паника обезьян просто жутко я знаю как они вытирают все наверняка что-то возьмет меня только вопрос что что там у вас было в принципе они милашки конечно только когда приезжайте в лес обезьяны или вообще любое место здесь обезьяны настоятельно рекомендую закрывать все держать все очень-очень крепко говорят что и очки лучше на себе не носить потому что то что они срывают это все это это реально правда ты потом с ними даже попытаешься вступить в бой не тебе елки-палки зубы такие покажут что здесь честно скажу очень красиво очень-очень красиво очень приятно здесь не жарко здесь атмосферные я вижу этих обезьян не смотри на меня так не смотрят давай я попробую к себе подлижу поближе подойти на есть ты не садитесь на меня сверху лес правда очень прикольный мы только зашли мне уже очень нравится эти камни эти деревья они тут пытаются наверно в этой бочки и завтрак обед и ужин какие они правда миленькие суши с маленькие такие милые я просто знаю на что они способны поэтому я их очень как бы стремаюсь снимаю снимай привет привет смотрю меня я тебе даже не нужно ну слава богу я бы что потасовку нет 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 только не ко мне близко придем подальше меня подальше это видно здесь наверное детки и взрослые так 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 и ты еще ко мне смотри весен прячь все прячь 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 не но они на самом деле не такие противные которые мы встречали то есть первая наша обезьяна вызвала у нас реальное отвращение потому что она была жесткой обезьяны все нормально пока портфелем тихо 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 уходи 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 я тебя не трогаю обезьянка должна уйти я там 2 2 так как вы их скинуть то я не знаю как скинуть одна спрыгнула 2 они тоже перепугаются же им нравится как бы ну у тебя есть провод я могу забрать ты бы видела на меня она мне такие зубы начала показывать короче пошла-ка я от вас ребята от всех от тебя кура с твоими обезьянами мне сделать нечего я пошла дальше ей богу я вообще не еще провод этот который они видят ой ребята я вас реально боюсь я когда первый раз ехала к обезьянам в таиланде я так радовалась я была уверена что сейчас встретим обезьян посмотрим на них общаемся но то что у меня было какой опыт я с ними получила боже упаси еще раз повторить и здесь так много а вот там белки а вот такая большая проходим минимум конечно еще бы здесь они на самом деле миленькие они здесь не такие посмотрите чистят банан почистила банан они здесь не такие ну жесткие нормальные вроде то ладно тебе кушаешь меня по моему там даже два банана да она сейчас первый съест ну там еще одна они здесь прикормленные принципе достаточно привыкли к людям потому что дикие обезьян это они реально опасные но здесь туристическое место и в принципе они уже достаточно ручные и наверное не нападают на людей давайте-ка посмотрим когда будет чистить 2 банан ну давай почисти же 2 банан опа взяла чё не ржут то подумаешь поела обезьянка банан ну что ты молодец спокойная такая конечно естественно у нее же трапеза еще бы ей не быть спокойной для эти все условия они я уже говорю скорее всего ручные сидит такая на дороге себе и я свои бананы ну чё вообще не парит что везде ходят люди что она как бы немного мешают смотрите какие огромные деревья пожалуйста не забирайтесь на этот трон что бывали случаи что ли вот пожалуйста поэтому она на меня и набросилась вот не надо смотреть обезьяне в глаза не любит они видите ли пристального взгляда так ну мы идем дальше ну что опять дальше уважаете натуральное поведение обезьянок избегаете акциденты десятки дики и их поведение понятно да ладно я уже все поняла что не надо нам не физико контакт ничего нам надо больше с этими обезьянами мне простите но правда мои отношениями к обезьянкам она не такой прям умиляющие боже какие милашки нет я пока еще очень сильно боюсь потому что когда первый раз я с ними встретилась я слышала эти истории насчет того что они забирают там сумки потому что они могут подраться с тобой не знаю если ты начнешь им сопротивляться но я не думала что это так реально когда я столкнулась с этим жизни после этого страх обезьян у меня очень сильно прям такой появился и ехать сюда я не боялась ехать сюда но когда я вижу обезьян я начну их страницу это точно ой вот там маленькая будда это смотри ты посмотри какая господи сколько они не надо ко мне и пожалуйста она пошла поесть сколько в день они видят твоих таких визиторов красивая здесь пойдем к я просто слышу реку где-то ну а здесь такой еще мост какой огромный парк слушайте и если это не самый крутой парк обезьяне господи какой 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 там самый крутой то будет прям вкушение уже пройду-ка я здесь оказывается помимо того что вниз вон 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 там что то что то что то что то там такое вот я вижу вижу реку помимо того что вниз тут еще можно пройти подальше везде везде вот такой маленький малышка все его естественно фоткают даже с татуировками с татуировками такая малявка вообще неудивительно почему они становятся такими агрессивными и даже с детства начинают приставать фотографы это такая чуть побольше обезьянка ух мой так поюсь вот этих выпадов их целая семейка это наверное мама папа и малявки маленькие такие безобидные даже не веришься что когда-нибудь они могут стать просто расхитителями рюкзаков похитителями телефонов камер очков и прочего а не к я насмотрелась на эту милоту веду-ка дальше погуляю как красиво солнце смотрится сквозь эти листья просто настоящие джунгли ведь это и были же джунгли скорее всего вряд ли это высаживали все наверное в самих джунглях сделали такую тропиночку засадили сюда обезьян или наоборот они здесь уже жили к ним только вторглись в пространство красивый боже мне так нравится как солнце переливается сквозь деревья мой страх потихоньку начинает пропадать я собственно за этим сюда и приехала потому что мы в этом парке они не настолько не знаю мне кажется им просто нет до тебя дело практически сидеть я не с вами такая охотничая поза господи они повсюду куда нигде не повернись а ему уже пофиг то не повернись везде питьяна нифига себе она так проскользнула мимо моих ног пути маленький тысячи только учишься так ну давай давай конечно санитарная инспекция красавчики вообще я так поняла что если с ними не воевать в чем моя ошибка в том что я сразу начинаю боковать когда они ко мне лезут я начинаю паниковать у меня начинается истерика я начинаю кричать я начинаю смотреть в глаза и дело заканчивается тем что они соответственно агрессируют и нападают реально нападают за мамку спрятался и за ерунда мама с папой поссорились и ребенок казался крайне смотри папа вспомнил что надо почистить ему перышки и забыл все свои обиды вот едиана прежде всего вот 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 мальчик просто стоял и обезьяна начала на него шипеть и болеет сопровождающий группу у тех вот ребят сказал чтобы он не смотрел в глаза мы хотим вниз что и ноги как ноги да ой господи я понимаю каждый раз когда я вижу у меня начинается просто шок тебе наверное все равно на меня правда а я шокируюсь что он так сидел потом я подошел чуть-чуть поближе знаешь что коты как коты обойдем мы там там храмики есть но туда видно уже не подняться да там закрыт ну что ж мы решили спуститься вниз там очень атмосфер ненько там река хотим ее посмотреть что что не знаю какую хочешь пойдем направо давай направо пойдем это вот туда да это туда я очень хочу эту реку увидеть я ее вижу но как бы мне хотелось поближе ой мне так нравится вот эти лианы что ли да а это наверное для обезьян вот все сошлось как в маугле собственно почему бы и нет труда хотя такие лианы я видела по дороге в убуте несколько раз мы когда ехали нам приходилось нагибаться потому что эти лианы просто тебе в голову а если в шлем то они по шлему так ну что давай поговорим давай поговорим не хочешь да ну что а ты маленькую еще наверно безобидно лес нереально бомбический особенно в такое время когда солнце проходит сквозь деревья вот так высоко-высоко здесь такие еще какие-то запахи это даже не благовоние это ну какие-то цветы очень-очень необычно очень вкусно и совершенно что самое главное нет никаких комаров никаких насекомых чтобы они там ползали ну кроме муравишек но они тоже не особо наблюдаются вот она река вот она река ух ты какая прелесть там вообще и столько тех лиан мамочки как же здесь мило то там какая-то подвесная мост что ли вот такой с ума сойти конструкция идем дальше ну как тебе расскажи мне что ты скажешь насчет леса обезьян очень душевно как тебе обезьяны обезьян вот такие они добрые веселые и очень контактные а расскажи мне пожалуйста ощущение когда обезьяна поползла по тебе с одной стороны это круто когда такое еще будет с другой стороны это же немножечко страшно потому что они вытащат что-нибудь а когда две ключи от байка и уедут да ключи от байка это потому что здесь он или наоборот отсюда они берут воду здесь какие-то трубы я мечтаю в своей жизни увидеть настоящий водопад чтобы он прям так ух естественный и это была одна из главных причин по которой я приехала на бали увидеть настоящие водопады так как на пхукете это единственная азиатская страна где я была кроме бали там не было ни больших и естественных водопадов все как-то было как себя а а и и и тоже как это красиво просто нечто и и здесь целое стол по творения чтобы все это заснять yeah тут на колю а напала очередная обезьяна чтобы понимали она вытащивая из рюкзака влажные салфетки спасибо хотя бы на это что не больше поэтому я и говорю их просто надо опасаться я не понимаю зачем мне нужны эти влажные салфетки что ты говоришь она с ними делать такие надо могли подумать что я злая не принесла она сама выбрала свой путь прикольненько ну что вот мы подошли к табличке closed то есть мы уперлись но смотрите куда мы уперлись вообще же держишь помощь овощи вот там наверху деревья скалы ли она здесь просто вот так можно купить и делать шикардосные видосы на память я поднялась на этот мост отсюда вид еще шикардосный вот мы там были в мостике дальше проход ну и конечно же кто мне идет навстречу в этом у нее ребенок еще внизу вот такая лохматая обезьяна какое-то представление а вот они здесь купаются как-то стремно подходить ближе он там малявочка я не знаю как что он там кокос нашла никто не подходит потому что боятся наверное я подойдет они меня отойду лучше я поняла почему не такие лохматые они после ванны это просто каскадерка какая-то вообще еще своим мокрым я поняла в общем у них здесь у них здесь души общественная баня здесь общественная баня ладно пройдем дальше вот пока хожу могу сказать что monkey forest это действительно место обязательное посещение очень красиво здесь много тени здесь не жарко очень очень миленько эти обезьяны при всем моем к ним отношении они достаточно приятные такие не совсем противные но вот это это извините меня если приходите будьте готовы к таким потасовкам но резюме на сегодня кстати у нас уже стыбрили влажные салфетки причем мы не вступали в драку мы просто мы просто шли коля как обычно он просто стоял ну как обычно на рюкзак именно на этот злосчастный рюкзак залезают эти обезьяны им видимо там очень удобно но еще такой цвет ахаки наверное им нравится типа что такое тропические зелененькое вот скрыла она значит этот рюкзак и стыбрила салфетки и убежала человек есть береги богу спасибо что хотя бы салфетки то она уже там полезу другое открывать там бы она стыбрила наверное солнцезащитный крем тоже бы непонятно да тоже бы наверное способила я сзади нифига себе они могут под водой это смотри ну а 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 Продолжение следует... 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 несет и ведет самое интересное что у нас совсем нет денег и карточка тоже есть некоторая проблема у меня банк для замены кода требует манить симку родную а у меня симка стоит местная в общем короче я не очень-то рискую платить здесь карты но видимо сейчас взять ну как ты его давёшь плохо давёшь а здесь накачиваю да сколько стоит ага 5 я вижу 5 3 15 пробит и колесо 5 3 15 но это под нам хватит у нас меньше тысячи и отмечется средства не денег не полина колеса и какая-то странная история получается и поедем не пойми куда хотя у нас есть карта это уже смотрите такое милашечка лежит здесь поддыхает жарко на бале столько собак и все они такие культурные в плане перехождить дорогу ну что давай давай это Пойдем на этот шиномонтаж, потому что колесо, я так понимаю, вообще сломано, а оно реально сломано, вот здесь оно не так, да? Ну, наверное, у него нету того давления, чтобы... Благо, я вообще на монтаж через дорогу, и вообще мы не сломались где-то там. Господи, что случилось? Все-то ломается, все ломается. А что у тебя с ставками еще? Они тоже, что ли, хэш-брохань? Да. Да? Нормально все? Слава Богу. Да. А кто нам помогает? У нас есть проблемы с автомобилем. Да. Сейчас. Блин, у нас совершенно нет денег, но я думаю, нам, в принципе, должно хватить на хоть что-то или договоримся. Но оно реально слетело просто. Не слетело. Ух ты, там подножки, смотри-ка. А что случилось-то вообще? Оно бескамерное, скорее всего. А у тебя на дороге что случилось? У тебя на дороге что произошло? У тебя на дороге что произошло? Ну, в общем, нам его чинят. А у тебя-то на дороге что случилось? Я не знаю. Наверное, в какой теме. Короче, он походу его снимает. Ты что-нибудь поняла вообще, что там произошло? А еще могу сказать, слава Богу, что мы в таком райончике, где ну прямо вот через дорогу это Пертамина, и сразу же у них здесь еще на монтаж тоже через дорогу. То есть, если бы мы встали где-нибудь на какой-нибудь улице, было бы еще веселее. Ну что, поехали? Мой байк находится... Мой байк на той стороне. Я, в общем, короче, поеду туда, зайду, пойду. А ты куда? Я скажу за байком, да? Ты приедешь ко мне или мы выезжаем на дорогу вместе? Да, 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 да. Он еще, блин, и не заводится. Опа! А? Да, да. Да, да, да. Спасибо! Их так! Пешеходов здесь не предусмотрено, поэтому я буду проходить как смогу. Я благополучно перебежала дорогу. Ну, в общем, у нас как обычный трэш, как начинаются какие-то видеоблоги, так что заключаются сценарии для этих видеоблогов. Вот он, моя лапочка. Вот он не совсем новый, но он хороший. И, блин, при всем при этом нормальный байк. Вот таких байков у нас было много. И вот только вот это старье, которое Коле дали, то старье, которое ему дали, я сначала была категорически против этого байка. Но мы его выпросили со скидкой, и нам дал его в собственных отелей. Пожалуйста, вот, приключения. Здесь живут заправки на последние деньги, мы решили купить себе воды. Но гулять, так гулять. Теперь тут же здесь прохладно. Вообще, вот эти мини-маркеты, они не дешевые. Это намного дороже, чем вот такие большие кипермаркеты. Ну, супермаркеты обычные. Основные есть. И вода раз в полтора дороже. Такие цены за маленькие бутылочки. И, в принципе, ну, дешевле в обычных магазинах. Сколько вот это вот? Сколько? Господи, это, наверное, самая низкая цена. Да нет, на самом деле это средняя цена, это нормальная цена для нашей водички. У нас осталось, наверное, только на воду, туда-сюда и, честно говоря, всё. Можно там жвачку какую-то, потому что на водопаде обязательно. У меня очень много секретных мест. Мест и кармалов. Потому что, если кто не знает, я даже свой рюкзак потом такие стушки засыпила. Чтобы не дай бог, не дай бог, никакая... Can I pay? Can I pay with credit? Oh, no. No? No, so bad. Окей. Ну что, мы отдаём последние деньги. Что поставляем исцело? Дверь семь, два, четыре, пять тысяч. Еще вот так, что здесь стоит одна, самая одна, самая широкая красивая. Новыйlesia variwoma. Важно? Да. Но это как бы более проверенный вариант для встречи, дела там. Мы приехали в другое лесо Миньян. Называется он Объект ВСМ Виса. В общем, не важно. Дорога была такая извилистая, немного тяжелая. Дорога была прекрасная. Для тех, кто второй день на байке, это просто шикардосная дорога. Самая тяжелая дорога почему-то в районе нашего отеля. Начнем с того, что за нами кто-то охотится. Что ж, здесь очередной monkey forest. Ты телефон убрала уже? Нет. Мне хочется здесь погулять и увидеть очень добрых обезьян. Добрых-добрых обезьян. Я надеюсь, что эта собачка смотритель. Ты смотритель? Ты, наверное, смотритель. Что быть в обезьянке? Никого не цапали. Какие деревья-то огромные здесь. Прям настоящий лес. Красота. Ой, да конечно. Прям обезьянка очень сильно верующая. Пальмы. Сочетание с этими огромными деревьями. Это такая другая природа. И я глядя на нее, просто попадаю в осадок. Что это? Это что, свадьба? Судя по всему, это действительно свадьба. Фотосессия свадебная закончилась и мы можем пройтись спокойно по этим воротам. Я бы тоже хотела себе такую фотографию. Ух ты. Вау. Вот это крутяк. Особенно высота деревьев дает такую картину вообще маслом просто. Это что, еще одна свадьба? И укипалки. Я же сегодня приехала посмотреть лес, а не постоять за бэкграундом ваших фотографий. Да, красиво, конечно. Привет. Даже их две здесь. Три, четыре, пять. Хеллоу. Семейка. Здрасте. Ой, я не хочу насмотреть на тебя. Я на тебя не смотрю. Я не смотрю, не смотрю. И ты не смотри на меня. Вот это да. Пожалуйста, тебе. Это что-то типа нашего Павловска, только по-местному. Так. Ой, там какая-то потасовка страшная. И мы здесь ни при чем. Господи, что там случилось? Слушай, я боюсь уже. Коля. Нет, пойдем прямо. Я просто их реально боюсь. Фу, ну здесь обезьяны хотя бы чуть-чуть, чуть-чуть поспокойнее. И никакой пока что атаки конкретно на нас не было. Ой, Господи, мамочки мои, как же я их боюсь-то. Фу, пронесло. Так, наверное, надо будет в сторону отойти. Здесь, наверное, и правда конец. Здесь прям как-то по лесному, что ли. И здесь нет людей, нет туристов. И как-то прям... Пожалуйста, мамочки, еще одна полчища обезьян. Ну, Господи, откуда вы вылезли? В этом другом обезьяне у лесу к нам пока еще не пристала, слава Богу, ни одна обезьяна. То есть здесь они вообще тобой не интересуются. И мне этот лес в этом плане нравится гораздо больше. Кстати, он дешевле. Намного дешевле, потому что в Манки Форест мы заплатили 80 человека, а здесь человека 30. То есть здесь, я так понимаю, чуть поменьше места, поменьше обезьян, но зато меньше туристов. Вы падают? Да, они больше дерутся, мне кажется. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какая же здесь тишина Птицы, деревья, обезьяна на крыше Субтитры сделал DimaTorzok 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 Но довольно милый, уютный И главное спокойный Что, на водопад едем? Да